Как правило, те, кто приходят сюда, ищут особого спутника жизни, верующего и богобоязненного, чтобы заключить крепкий союз на основе веры и уважения. Именно так можно сказать о паре, которая ровно четыре месяца назад создала свою семью. Савдат и Мухаммад познакомились через этот центр. Они называют это судьбой и благом от Всевышнего. Мне как-то они звонят, вы не хотите вот так вот так познакомиться. Были другие кандидатуры. Из этих всех кандидатур Мухаммад был старше. Я выбрала его. Мне кажется, что это нас вел Всевышний. Конечно. И через центр создания семьи. Ему 74, ей 54. Мухаммад после смерти жены жил один, но услышал по телевизору, что есть такой центр, который помогает найти спутника жизни. Просто пришел, заполнил анкету и же через неделю ему позвонили и сообщили, что есть три кандидатуры. Делится, что выбрал, основываясь на интуиции туч, ее фото даже не посмотрел. Говорит, имя понравилось. После одной единственной встречи в центре понял, что именно с ней хочет прожить до конца жизни. Я ее видеть не видел. Не просто вот какой-то... Я даже не знаю, не могу сказать, что это такое. Когда поговорил я с ней, вышел, твой родной брат мне говорит. Ну как? Я говорю, она моя женщина. На вопрос, какой он представлял себе жену, герой сюжета отшучивается. Что идеальной, той самой, которую нашел. Говорит, и представить не мог, что будет так доволен своим выбором и везением. Какую ты хотел? Вот такой какая-то есть. Савдат была работницей Центра создания семьи, но и подумать не могла, что встретят именно здесь свою судьбу. Она рассказывает, что из всех возможных кандидатур сделала выбор в пользу своего супруга не случайно. Богобоязненность, вера во Всевышнего, мудрость были для нее ключевыми качествами в выборе своего человека. Если человек верит в Аллаха, если человек совершает намаз, то, как вам сказать, в этом человеке, значит, есть все. И честность, и трудолюбие, и любовь к людям, и отношение вообще к окружающим. Мне кажется, в этом есть все. И первое, когда я его увидела, он мне когда вот рассказал о себе, я ему говорю, вы читаете намазы? Сколько лет вы читаете намазы? Герои нашего сюжета советуют не стесняться обратиться за помощью в Центр создания семьи. По их словам, специалисты Центра делают все возможное, чтобы одинокие люди обрели здесь свою дорогу к счастью, создав крепкую и счастливую семью. Наш муфтият Дагестана очень хорошо придумал, что у нас есть такой фонд, что человек, который одинок, что ему есть куда обратиться. Директор Центра Элизван отмечает, что в поиске спутника жизни занятие довольно-таки нелегкое. Работники Центра стараются подобрать каждому обратившемуся сразу несколько вариантов, которые наиболее соответствуют их ожиданиям. Человек к нам приходит, мы анкетируем, то есть здесь есть такие вопросы, которые самые такие для нас, для нашей работы необходимые. Здесь есть информация о самом человеке и информация, какого супруга или супругу он хочет. Если раньше для подачи заявления надо было прийти непосредственно в Центр, то сейчас можно дать объявление на их официальной инстаграм-странице без имени и фото, чтобы в наличии были основные сведения. По мнению специалистов, это ускорит процесс поиска подходящего человека. Центр создания семьи создан при Центральной мечети. Это значит, что муфтият республики имеет непосредственное отношение к его работе, поощряя создание новых семей по нормам шариата. Для любого мусульманина является желательным вступить в брак, так как это идет от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Есть хадис пророка, в котором говорится, «Женить бы это моя сунна, это мой путь». Находясь здесь, работая имамом, приходит очень много людей, которые хотят создать семью. И когда есть большой поток людей, была необходимость создать уже отдельный центр, для того, чтобы работать в этом плане.